всем привет меня зовут кристина и добро пожаловать на мой канал в этом видео сделаем не педикюр с покрытием так получилось что я в течение наверное 3-4 месяцев не чистила себе ноготочки поэтому здесь достаточно много птерики а длина уже достаточно мне сильно мешает в общем сегодня все будем это с вами убирать для начала я нанесла обязательно антисептик на свои ручки теперь с помощью пилочки убираю длину пилочка у меня тоненькая на деревянной основе 180 на 180 грит я делаю себе форму мягкий квадрат и немножко оставляю длину так мои ноготочки смотрятся красивой формы мне так больше нравится так как по природе они у меня достаточно круглые и чтобы сделать красивую форму нужно совсем немножко оставить длины не вижу в этом ничего плохого так как у меня подушечка пальца достаточно массивная и она конечно же весь ноготок у меня в любом случае закрывает также у меня достаточно сильно выросли углы на большом пальчике поэтому снизу я их немножко подпилил для того чтобы они мне не мешали ну и теперь моя любимая корундовая фреза в педикюре обожаю ее использовать она прекрасно приподнимает кутикулу особенно ту которая уже давно не подвергалась никакой обработки апельсиновой палочки было бы достаточно болезненно так как ноготочки у меня уже очень тонкие на ногах не знаю почему обычно у всех моих клиентов достаточно твердая ногтевая пластина но у меня очень мягкие ногти и мне даже иногда печет база в педикюре вообще кому-нибудь когда-нибудь пекла еще база в педикюре или только мне так повезло с моими ноготками пишите в комментариях корундовой фрезой я работаю примерно на 10 тысячах оборотов теперь я взяла маленькую фрезу пуля с красной насечкой и примерно на 15 тысячах оборотов еще раз прочищаю боковые пазухи также шлифу немножко боковые валики и приподнимаю кутикулу работаю я с переключением реверса хотела у вас спросить кто сам себе делает педикюр как обычно вы сидите у меня каждый раз какая-то новая мега неудобная поза я стараюсь и попадать в камеру и ловить фокус и чтобы не было хотя бы немножко видно что этом себе пилю в общем сижу я на крутящемся стуле ножка у меня стоит на обычном стульчике но они примерно у меня одной высоты поэтому мне не очень удобно не знаю как еще сесть может быть просто на пол для того чтобы было удобно в общем если кто-то делает сам себе педикюр то напишите будет очень интересно почитать я думаю не только мне я нанесла ремовер скоро покажу какой и теперь с помощью керетки начинаю вычищать из боковых пазух старую кожицу также прочищаю немножко под ногтевой пластиной и проверяю не вросли ли у меня уголочки когда я долго не делаю себе педикюр то на большом пальчике левой ноги у меня боковой пазухи что-то мне мешает при ходьбе я достала оттуда кусочек то ли кожицы то ли ноготка в общем что-то мне очень мешало и теперь все хорошо вот такой ремовер я использовала покупала в магазине в своем городе также мне понадобится комфорт базу от nl красивый шикарный лак оранжевого цвета от блюскай цена 16 и топ шиммером от манаси номер 48 очень красивый нежный шиммер также тонкая кисть в педикюре я не использую ни праймер не обезжириватель который у меня от артекс в баночке поэтому я просто обычным обезжиривателем обезжирила ногтевую пластину и теперь наношу тонким слоем база я ее наношу уже очень тонко для того чтобы у меня не было никакого объема на ноготочке чтобы в конце у меня получился очень тонкий и не было давления в обуви сушу базу я 30 секунд работаю я здесь обычно по два ноготка для того чтобы база у меня не успела никуда затечь я очень люблю неоновые оттенки на своих ножках и сегодня я выбрала вот такой оранжевый цвет недавно на моем канале был маникюр с этим цветом но я его носила не в сочетании с этим педикюром так как одинаковый цвет на ручках и на ножках я не очень люблю покрываю я его обычно в два слоя без какой-либо белой подложки потому что это очень муторно когда делаешь на себе и сейчас вам будет видно даже как я немножко залезла правой рукой в покрытие в общем начала это все аккуратненько убирать сижу в не очень удобной позе поэтому не совсем могу контролировать свои действия как-то у меня и лампа падала и лак летал на пол поэтому думаю вы меня понимаете как это не очень удобно снимать делать себе педикюр и еще видеть что же там я себе делаю для того чтобы хотя бы как-то пододвинуть материал кутикуле и боковым валиком использую я кстати для этого тоненькую кисточку с маленьким борсом как говорят многие из моих клиентов главное накрасить большой палец и следующий который идет за ним остальные уже не важно ну конечно же это шутка я аккуратненько пододвигаю материал и на остальных пальчиках и теперь покрывают топом кстати когда я покрываю цветом вторым слоем то работаю по одному пальчику я выбрала сегодня вот такой топ с глиттером часто его использую в своих работах на клиентах также немножко помогаю себе тонкой кисточкой совсем чуть-чуть его разравниваю но делаю это очень тоненько для того чтобы у меня не было большого слоя покрытия когда у меня давно на ножках не было ни педикюра не покрытие то это для меня было просто сказка мне так нравится теперь смотреть на свои ножки обязательно я наношу крем массажными движениями это самая любимая и самая удобная процедура в педикюре и вот такой результат у меня получился если вам было полезно и интересно это видео ставьте лайк нажимайте на колокольчик подписывайтесь на мой канал не забывайте подписываться на мой инстаграм до новых видео пока пока